Поступают многочисленные вопросы о том, что же случилось с брокером открытия, куда делись бумаги и так далее. Я уже снимал об этом видео предварительно, но сейчас проявляется ясность и сейчас я поясню, что же произошло с брокером открытия и куда делись ваши бумаги. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что после начала известных событий, которые все взбудоражили в последнее время, против ряда системных банков были введены ограничения очень серьезные на их деятельность со стороны Соединенных Штатов. Это привело к следующему. Эти банки ограничили в работе с валютой. Что это значит? Это значит, что банки не имеют возможности уже работать с валютой, полностью им это перекрыто. Ну, через SWIFT переводы имеется в виду. В число этих банков попали банк ВТБ, открытие, ПСБ, что там еще? Новикомбанк, помню, Совкомбанк. Точно, совершенно. Вот, собственно говоря, такая история произошла. И в результате, так как биржа Санкт-Петербургская работает исключительно в долларах, с одной стороны. С другой стороны, ряд акций, которые торгуются на московской бирже, это акции иностранных имитентов, в число которых входит, кстати, Яндекс, в число которых входит Пулеметалл, и там ряд других акций, которые зарегистрированы, то есть, вроде бы российские компании, но они зарегистрированы на бирже лондонской, они стали недоступны. Ну, они стали недоступны, я сейчас немножечко попозже скажу, у всех брокеров, но, тем не менее, вот сейчас я попытаюсь объяснить, что же произошло в этом смысле. Ну, отказались работать с российскими клиентами компания, которая производит клиринговые расчеты, Евроклир, через которые идут расчеты по тем иностранным ценным бумагам, которые куплены на фондовом рынке московской биржи. Это касается, ну, тех акций иностранных компаний, которые куплены за рубли на московской бирже, то есть, московская биржа торгуется там более 1600 акций, и сейчас Евроклир заблокировал эти торги, в том числе ETF от Финнекс, то есть, все, что касается ETF и FX, с префиксом тоже заблокировано, поэтому вот эти бумаги заблокированы, их нельзя торговать. Вот, это у всех брокеров буквально, что касается открытия конкретно, то у открытия, как я уже сказал, и ВТБ заблокированы расчеты, свифт расчеты через, ну, свифт расчеты в долларах, а биржа Санкт-Петербургская торгует исключительно в долларах. И на бирже Санкт-Петербургской куплено очень много ценных бумаг, так сказать, у многих, и у меня в том числе, и поэтому, поэтому вот эти ценные бумаги становятся недоступны, что делают брокеры. Смотрите, брокер ВТБ сделал следующий шаг, он сказал, что мы будем переводить все иностранные ценные бумаги к другим брокерам, ведущим, то есть это там Альфа-банк, Тинькофф-банк и, по-моему, там еще какой-то банк, БКС, по-моему. Вот, то есть крупнейшим брокерам, они заключили там с ними какие-то договора с этими брокерами, которые, ну, там, наверное, брокеры что-то там им пообещали платить какую-то то ли комиссию, то ли еще что, потому что, ну, банк передает своих клиентов другому банку, другому брокеру и, соответственно, наверное, хочет что-то с этого поиметь. Вот, открытие поступило немножечко другим способом, то есть ВТБ просто полностью отказывается, грубо говоря, от своих клиентов и передает своих клиентов на рынке иностранных ценных бумаг через Санкт-Петербургскую биржу вот другим ведущим брокерам. Открытие поступило иначе немножечко, оно заключило договор с одним брокером, это инвестиционная палата, и у инвестиционной палаты там, если не хватало каких-то лицензий, помогли приобрести эти лицензии, то есть это была целая кропотливая работа, все это время торги иностранными бумагами через Санкт-Петербургскую биржу были просто заблокированы полностью. Вот, Санкт-Петербургская биржа сейчас торгует, но люди не видят своих акций. И, кроме того, ну, пока все акции еще не начали переводиться, то все было нормально, и все люди смотрели, так сказать, на своих счетах, там, ну, все нормально, они были спокойны, никто продавать ничего не собирался и так далее, и так далее. И многие люди, те, кто знал об этом, ну, как-то вот спрашивали, но, тем не менее, никого переполоха не было. Что происходит сейчас? Сейчас, смотрите, открытие брокер сказало, что, люди, вы можете перевести свои ценные бумаги к любому другому брокеру, к которому вы захотите, но мы рекомендуем вам перевести их в инвестиционную палату, и сделано следующее, что по умолчанию считается, что вы согласны перевести свои ценные бумаги по умолчанию. То есть, если вы ничего не написали, никуда не переводите, то вы переводите их в инвестиционную палату, в открытии они точно не останутся. Вот таким образом, все письма были разосланы всем клиентам, клиенты, значит, ну, кто-то там написал отказ, кто-то не написал отказ, я в числе тех, кто не написал отказ, и я вообще ничего не делал. То есть, по умолчанию все мои ценные бумаги переходят в инвестиционную палату. Каким образом это делается? Ну, вот, могу по секрету сказать, я там общаюсь с некоторыми людьми, из открытия, и они говорят, что, в общем, сказать, сейчас работа кипит день и ночь, в общем, они стараются все это, это огромный колоссальный объем работы, открытие брокер, один из крупнейших брокеров, и всех клиентов надо перевести, это делается вручную, через, ну, к другому брокеру, в инвестиционную палату. Это требует времени, вот, и когда это время будет завершено, то, соответственно, все будет, никуда ваши бумаги не денутся, никто ваши бумаги не украдет, тарифы будут те же самые, которые были у открытия, вот, в отличие от ВТБ, ВТБ полностью отдает клиентов, там, пожалуйста, идите туда, там будут другие тарифы. Ну, может быть, те же на какой-то срок, но это уже другой брокер, здесь тарифы сохраняются, все сохраняется, но требуется время, и по умолчанию, как я уже сказал, все ваши ценные бумаги будут переведены в инвестиционную палату новому брокеру, каким образом вы узнаете о том, что это произошло? Ну, во-первых, сейчас уже все вот эти вот заявления о том, что хочу перевести, не хочу перевести, все, не принимаются, срок истек, вот, теперь дальше, постепенно всем людям, ну, переводят эти ценные бумаги, и те, кто позже открыл счет, наверное, в первую очередь, я открыл счет очень-очень давно, у меня еще ситуация полная обнуленыш, там, так сказать, вот я, вот, но моя жена открыла счет немножечко позже, ей недавно совсем пришло вот такое письмо на почту. Я специально показываю его издалека, чтобы вы не могли прочитать, потому что информация все-таки конфиденциальная, я вам скажу следующее, здесь написано, уведомление о заключении договоров с физическим лицом, фамилии, имя, отчество, здесь паспорт и так далее, настоящая инвестиционная палата местонахождения Российской Федерации Воронеж, там, уведомляет и подтверждает заключение с клиентом следующих договоров. Договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор и депозитарный договор второй. Вот, собственно говоря, все, присвоен уникальный идентификационный номер без буквы, который совпадает с номером брокерского счета в инвестиционной палаты. Вот, собственно говоря, и все, здесь нигде не сказано про состав активов и так далее. Что происходит на счете в открытии брокер? На счете в открытии брокер сейчас вы увидите, что те ценные бумаги, которые у вас были, которые подлежат переводу, они обнуляются. То есть, сейчас по этим ценным бумагам нули показаны. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Посмотрите, вот у меня те бумаги, Распадская, Полюс, Газпром, Газпром, нефть, ГМК, Норникель, это бумаги российских компаний, которые торгуются за рубли на московской бирже. Они здесь, вы видите, есть и они продолжают торговаться. Следующие бумаги, Яндекс, РУС-28, Полиметалл, НИО, китайская, купленная на СПБ, FXVO, FXRV, FXGD. Вот здесь, смотрите, балансовая цена 0, то есть цена покупки 0. Что это значит? Это значит, что все, бумаги уже ушли. Бумаги ушли и вот здесь позиция, сколько количества акций, количество соответствующих или паев, там сказать, для ETF, но стоимость их 0 сейчас. Вот, ну они пока еще, так сказать, вот за мной пока еще числятся, то есть я могу посмотреть, что у меня столько-то бумаг было, вот, и они в процессе перехода к бирже. Что на счете? Естественно, на счете, значит, когда я захожу в личный кабинет открытия брокер, у меня огромный-огромный минус получается, потому что, ну, как бы было столько-то денег, а стало намного меньше, потому что ценные бумаги ушли с этого счета. На новый счет они еще не пришли, когда придут, у меня будет два счета и будет, насколько я понимаю, два квика, то есть пока информация такая. То есть мне придет письмо на почту и вам придет письмо на почту о том, что установите, пожалуйста, если вы хотите торговать ценными бумагами на бирже СПБ, то установите другой КВИК просто для торговли СПБ. Этот КВИК будет, ну или к текущему курсу КВИКу подключат, может быть, новые счета. Здесь я деталей пока не знаю, каким образом это решается. Я думаю, что решается и так, и так, пока информации здесь нет. И после того, как все это будет сделано, вы получите, вы получите доступ к своим бумагам на СПБ, все будет в целости и сохранности. Что я хочу сказать еще дополнительно? Вот, посмотрите, на моем счете здесь есть очень такая вот стрёмная ситуация, которую, пожалуйста, обратите внимание, если у вас примерно такая же ситуация происходит. Смотрите, вот у меня есть здесь деньги в долларах, они в долларах и остались на московской бирже. Здесь никуда они не переводились, никуда не обнулялись. Есть деньги в рублях и сумма отрицательная. Что это значит? Это значит, что я взял кредит у брокера, вот на это обратите внимание, пожалуйста, я взял кредит у брокера и, соответственно, здесь я плачу проценты за кредит. Почему я взял кредит у брокера? Потому что я перевел соответствующую сумму там, либо я купил на валютный рынок, я там купил золото на эти деньги, металлическое, как я уже рассказывал, либо на срочный рынок, где я спекулирую этими деньгами и надеюсь, что результат моих спекуляций превысит проценты, которые я плачу за кредит. С золотом аналогично. Я надеюсь, что золото вырастет и это окупится. Ну или, по крайней мере, я погашу этот кредит с ближайшими платежами. Вот поэтому вот такая ситуация. Но здесь что важно, смотрите, этот кредит был дан мне под залог тех ценных бумаг, которые находятся на счете. А потом раз, и ряд ценных бумаг исчезают со счета. И в результате получается, что может получиться так, что сумма денег, взятых в кредит, превышает сумму тех активов, которые остались на счете. Вот здесь очень внимательно, понимаете, да? То есть вы становитесь как бы неплатежеспособным. И что сделает брокер? В результате брокер начнет продавать те ценные бумаги, потому что кредит не просто так берется, а под залог тех ценных бумаг, которые находятся на счете, брокер начнет по маржин колу, предварительно уведомил вас, конечно же, в письмах, там придет как минимум 2 или 3 письма. Брокер начнет продавать эти ценные бумаги в счет оплаты кредита. Вот так. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. То есть может возникнуть такая ситуация, что если вы взяли кредит на фондовом рынке, как я взял, то у вас может возникнуть ситуация маржин колу, если вы много взяли. вот, и соответственно вы можете попасть на некий маржин колу. Вот, поэтому здесь надо обращать на это внимание. То же самое касается кредита и в валюте и так далее. Вот. Ну, я думаю, что я буду гасить в ближайшее время вот этот вот кредит. Ну, по крайней мере его уменьшать. На это стоит обратить внимание. Ну, потому что золото пока не выросло в цене, я его купила, оно скорее упало, то есть там убытки. Вот. А на срочном рынке у меня прибыли, но деньги на срочном рынке никак не коррелируют с деньгами на фондовом рынке, поэтому со срочного рынка я назад буду переводить, наверное, денежки и вносить что-то. Ну, это уже другая кухня. Вот такая история. Ну, друзья, мы живем в эпоху, когда очень будут резкие перемены в нашей стране, в России, и я решил создать канал для тех, кто живет не в России, где-то далеко для русскоговорящих, и не только. О том, как живут люди в России, будут хроники российской жизни, буквально исторические кадры, поэтому подпишитесь на мой новый канал и жду вас на нем. Будет много интересного. Я буду рассказывать о тех ценах, которые сейчас есть, которые, наверное, уже никогда не вернутся, о том, как одеваются люди, просто, так сказать, прогулки по странам, по городам, по улицам, по магазинам, на каких машинах ездят, как люди одеваются и прочее-прочее. Исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы. Если удастся на какие-то исторические, какие-то важные места попасть, события, где происходят, ну, я тоже постараюсь там быть, поэтому подпишитесь на мой новый канал. Я надеюсь, что видео было полезным. Пишите, что у вас. Я буду держать вас также в курсе о том, как все происходит. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok